Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня 8 мая, день, когда закончилась Великая Отечественная война. И в эти дни, 8-9, я очень часто вспоминаю своего деда Сергея Дмитриевича Кожухова, уроженца Орловской области, Россия. Он прошел всю войну, дошел до Берлина. По немецкому телевидению идут сейчас программы о войне, о евреях, о всех людях, замученных в концлагерях. Я хочу прочитать вам стихотворение «Могила неизвестного солдата» Эдуарда Осадова. Могила неизвестного солдата. О, сколько их от Волги до Карпат! В дыму сражений, вырытых когда-то, саперными лопатами солдат. Зеленый горький холмик у дороги, в котором навсегда погребены мечты, надежды, думы и тревоги безвестного защитника страны. Кто был в боях и знает край передний, кто на войне товарища терял, тот боль и ярость полностью познал, когда копал окоп ему последний. За маршем марш, за боем новый бой. Когда же было строить обелиски, доска да карандашные огрызки? Ведь вот и все, что было под рукой. Последний послужной листок солдата. Иван, Фомин и больше ничего. А чуть пониже две коротких даты. Рождение и гибели его. Но две недели ливневых дождей и остается только темно-серый кусок промокшей, сдувшейся фанеры и никакой фамилии на ней. За сотни верст сражаются ребята, а здесь от речки в двадцати шагах зеленый холмик в полевых цветах. Могила неизвестного солдата. Но родина не забывает павшего, как мать не забывает никогда. Ни павшего, ни без вести пропавшего. Того, кто жив для матери всегда. Да, мужеству забвенья не бывает. Вот почему погибшего в бою старшины на поверке выкликают, Как воина, стоявшего втрою. И потому в знак памяти сердечной По всей стране от Волги до Карпат В живых цветах и день, и ночь горят Лучи родной звезды пятиконечной. Лучи летят торжественно и свято, Что встретится в пожатии немом Над прахом неизвестного солдата, Что спит в земле перед седым Кремлем. И от лучей багровая, как знамя, Весенним днем фанфарами звеня, Как символ славы, возгорелось пламя, Святое пламя вечного огня. Дорогие мои, я поздравляю вас С наступающим Днем Победы. Берегите себя и своих близких. С наступающим Днем Победы. Продолжение следует...